Здравствуйте! В эфире программа ФОМА, передача для тех, кто хочет верить. Сборище мракобесов и самая прекрасная очередь в стране. Таковы полярные оценки того, что происходило в Москве в конце ноября этого года. Очередь к поясу Богородицы, длиной до Воробьевых гор. В самые напряженные дни люди стояли в Храм Христа Спасителя более суток. Такого не ожидал никто. Ни церковь, ни город, ни те, кто святыню привез. Поток людей не прекращался до самого последнего момента. Бодрые и усталые, замерзшие и накормленные, сердитые и необыкновенно радостные. Такими были люди в очереди. Можно по-разному к ней относиться, но невозможно не признать, что это был настоящий феномен. Где его корни? В язычестве или в христианстве? По незнанию или по любви стояли там подвижники более суток? Наконец, как все происшедшее характеризует нас и нашу жизнь? Попробуем разобраться. У нас в гостях протерей Максим Козлов, настоятель храма мученицы Татьяны при МГУ. Здравствуйте, отец Максим. Здравствуйте. И Георгий Гупола, генеральный директор издательства ДАР. Здравствуйте, Георгий Михайлович. Здравствуйте. Что касается очереди к поясу Богородицы. Во всех городах, где была эта святыня, наблюдался ажиотаж. Ну, конечно, так как в Москве, наверное, не было нигде. Как к этому относиться? Это такое вот наше рвение к святыне, о котором мы, может быть, сами раньше даже не догадывались и не знали? Или это такой фетишизм, который был разогрет ажиотажем через СМИ? Как вы думаете? К происшедшему я отношусь с огромным пиететом и благодарностью Божьей Матери за то, что это имело место быть. Протерей Максим Козлов. Настоятель храма святой мученицы Татьяны при МГУ. Закончил филологический факультет МГУ, Московскую духовную семинарию и академию. Кандидат богословия. С 2010 года секретарь комиссии межсоборного присутствия Русской Православной Церкви по вопросам отношения к инославию и другим религиям. Автор нескольких книг, среди которых 400 вопросов и ответов о вере, церкви и христианской жизни. Клир и мир. Книга о жизни современного прихода. Сколько угодно можно приводить примеры и вытаскивать конкретные эпизоды кого-то, кто остался недовольным. Но я думаю, что это пусть бессознательное, но искреннее стремление такого количества наших современников оказаться возле святыни очень-очень значимо. Как в свое время показал удивительный эффект фильма «Остров». Ну кто мог подумать, что столько людей вдруг захочет его посмотреть. В кинотеатрах. А не боевик там какой-нибудь или не стрелялки, шумелки. Но нужно заниматься миссией просвещением людей, что душа народа, она православная. Вот мы теперь это видим не в сухих каких-то социологических опросах, по поводу которых можно шутить и ерничать. Ну где там эти 80% православных? Вот они стояли. Георгий Михайлович, Ваше отношение каково? К очереди, к тому, что люди стояли много часов там? Знаете, мне кажется, что мы стали свидетелями очень большого и важного исторического события. Свидетельствующего о огромной настоящей живой вере. Георгий Гупола. Генеральный директор и главный редактор издательства «Дар». Окончил исторический факультет Ленинградского государственного университета. Руководитель портала «Православная книга России», член правления Ассоциации книгоиздателей России, член издательского совета Русской Православной Церкви, награжден орденом святого благоверного князя Данила Московского третьей степени и орденом преподобного Сергия Радонежского третьей степени. Можно говорить, и это очередь тому свидетельства и подтверждения, что мы наблюдаем настоящий религиозный ренессанс, настоящее религиозное возрождение. Вот, пожалуйста, храм, который совсем недалеко от храма Христа Спасителя Илья Обыдиного, где частица этого пояса находится, и туда этого ажиотажа не наблюдается. В чем смысл тогда стояния вот в этой очереди, и где тогда то самое религиозное возрождение, о котором вы говорите? Вообще, на самом деле, встреча пояса Пресвятой Богородицы дала пищу для размышлений на долгие годы, как мне кажется. Потому что надо все-таки внимательно проанализировать и понять, в чем причина такого ажиотажа. Конечно, здесь немалую роль сыграли и СМИ, но и есть тема для разговора, которую вы сейчас подняли. Это недостаток религиозного образования, потому что люди многие не знают о том, что в России огромное количество есть древних христианских святынь и древних артефактов. Я знал множество церковных людей, вовсе не невежественных в отношении того, где, как и к чему можно приложиться. Они там стояли. Они стояли, потому что в душе человека есть, ну, если не стремление, то тоска по подвигу. В каком-то смысле было, не знаю, у кого-то сознательное, у кого-то бессознательное ощущение, что это совсем другое, чем просто на пять минут зайти в один из ближайших храмов на молебен, подать записку, приложиться и уйти. В этом смысле те, кто, пользуясь разного рода льготами, оказывался там через пять-десять минут, подъехав на большой черной машине, показав билет на вип-проход для двух лиц в любое время. Конечно, очередь-то обходил, но прикасался ли он к святыне так, как те, кто отстоял 10-15 часов, я очень сильно сомневаюсь. Отец Максим, а что исцеляет? Пояс или все-таки исцеляет Богородица, Господь Бог? Понятно для христианина ответ однозначный. Мы не язычники и не носители магического сознания. Мы обращаемся не к веществу, а к лицу, с которым та или иная святыня связана. А что касается подлинности самого пояса, много было разговоров на эту тему. Ведь есть предание о том, что это действительно вещь, которая принадлежала самой Царице Небесной. Но как это документально проверить? Достаточно того, что этой святыне много веков хранится на Святой Афонской горе. Что она, эти века, была сопровождаема молитвой одного из главных мест вселенского христианства, вселенского православия. В конце концов, даже если вещество пояса не восходит к первому столетию от Рождества Христова, неужели мы не верим, что Божья Матерь, которая Афон избрала своим уделом, свою благодать, этому поясу, перед которым столько людей, столько поколений молились, не может дать. Тогда мы связываем Бога и Владычицу Неба и Земли какими-то материальными законами. Я думаю, это в конечном итоге не важно. Сложное объяснение, отец Максим. А если, к примеру, ребенок, который стоит там в очереди вместе со своими родителями, спрашивает, мама, папа, а это правда тот самый пояс? Что ему объяснять про то, что есть Афон, древняя традиция? Как ему-то объяснить, вот, малышу? Ему надо поцеловать головку, сказать, идем, мой милый. Божья Матерь нас не оставит. А мы решили провести опросы среди людей, которые стояли в очереди к поясу Богородицы. Для вас лично стоять здесь это неудобство или радость? И почему? Конечно, радостно, но немножечко, немножко под подмерзаем, ничего не можем сказать. Для меня радость, да, стоять. Неудобство. Почему? Потому что очень долго стоять. Для верующего, который старается и трудится над собой, наверное, все-таки радость. Неудобство, потому что холодно, потому что плохо организовано. Мне тяжело, конечно, но для меня это радость. Радость, это со святыней же идем. Ее 200 лет с Афона не увозили. Это некоторое неудобство, которое, может быть, перейдет в радость. Георгий Михайлович, а вы ходили к поясу Богородицы? Да, ходил. А почему? Вот вы оказались среди тех людей, которые знали о поясе, да, о том, что есть и в Троице Сергиеве аналог, есть и в Храме Илья Обыденного аналог, и частицы Ризы Божьей Матери есть по всей Москве. Все равно пошли. Зачем? Если честно, мне хотелось посмотреть ткань и рассмотреть, да, как древнюю историческую реликвию, как некий артефакт. То есть у вас был чисто научный интерес? Да, связанный с одним из самых близких и дорогих моему сердцу людей. Матерь Божья, о каждом печется православном христианине. И, конечно, это очень близкий и родной для каждого из нас человек. Было и очень радостно увидеть людей, которые стояли в этой очереди, как они шли к поясу. Вот лица, сами лица людей было очень интересно и приятно рассматривать. Меня тоже, знаете, поразило в очереди, что при том, что в одном конце пилят Акафист, там через 100 метров пилят другой кусок Акафиста, стояли молодые парочки, которые обнимались. Кто-то мог курить в сторону Москва-реки, но при этом было чувство удивительного единения людей. Да, иной раз какие-то маленькие трения возникали, но было чувство единения. И оно очень обнадеживающее, что не только же победой Гуса Хидинка мы можем объединяться. Прости, Господи, последний раз Москва что-то переживала как общее, когда там мечей заколотили голландцам столько, но не это же для нас будущее, а все же что-то более серьезное и более существенное в жизни. Это дает надежду. Для меня вот эта неделя, эта неделя укрепившая надежду в ту Россию, в которой можно только верить, и что что-то еще глядишь на жизнь нашего поколения, мы увидим такое светлое. Как вы считаете, нужно ли в СМИ широко такие события освещать, создавать вот этот самый ажиотаж таким образом? Или, может быть, лучше об этом говорить ровно, спокойно и вот в своей определенной очередности? А не делать из этого топовую новость? А нужно, не нужно, а будут. Потому что СМИ, человек спрашивает, что нужно, что не нужно. Есть информационный повод. Стоит столько тысяч людей, они будут освещать. Поэтому это довольно такой абстрактный вопрос. Другое дело, что как освещать? Мы тут можем по-разному говорить, и здесь тоже нельзя не увидеть, что, так вообще-то, в очередной раз подтвердилось, что жизнь народа это одно, а жизнь виртуального пространства это несколько другое. Потому что, если посчитать процент иронически-йорнических комментариев и репортажей, которые можно было увидеть в эти дни, с тем, что реально люди переживали, то возникнет ощущение какого-то неадеквата в головах людей, которые все это готовили и показывали. Согласны, Георгий Михайлович? Конечно. А как же? Да. А как же? Могу не согласиться с отцом Максимом. Ажиотаж, конечно, сыграл очень большую роль. Но мне кажется, что это все со временем уйдет. Если это будет не разовая акция, а привозят святыни сейчас в очень большом количестве, то со временем ажиотаж спадет. И будут люди воспринимать это уже как само собой разумеющееся. И не будет никакого длинного хвоста очереди, и не будет вот этого чуда. Да. Но чудо, ведь оно происходит внутри, в сердце человека, а не в очереди. Вот, к примеру, привезут в Москву десницу Андрея Первозванного, апостола Христова. Я при этом знаю, что в Елоховском соборе, в центре Москвы, есть большая часть его мощи, в открытом доступе совершенно. Но при этом будет стоять точно такая же очередь. Ну, может быть, она будет чуть-чуть поменьше. И мне, как христианке, в этот момент где быть? В этой очереди вместе с людьми? Или все-таки подойти лишний раз, зайти в этот собор и там поклониться? Позвольте скорректировать Ахматову для данного конкретного случая. Я там была с моим народом, где мой народ по счастью был. В данном случае по счастью был, так скажем. И зачем оказаться вне, когда можно оказаться причастным? К тому же я бы хотел сказать, что ведь это происходит не только со святынями, привозимыми из-за рубежа, что бы там ни говорили по поводу тяги русских к иностранному, и вот так активно освещаемых СМИ. Сейчас только в голову пришла Великолецкий крестный ход, который бывает каждый год и собирает десятки тысяч людей. Понятно, что тоже можно приехать к той же иконе святителя Николая, что люди делают в другое время паломнические группы. Но вот этот пройденный путь там с комарами, в грязи, в дождь, вместе с молитвой, с иконой святителя Николая, он потом остается опытом, который у нас нельзя отнять. Хорошо, тогда другой вопрос. Вот есть точно такая же известная очередь к Матроне Московской, в Покровском монастыре. Туда ежедневно приходят люди в большом количестве, стоят по нескольку часов. Ну, вот если провести опрос, с какими целями, с какими вопросами там люди стоят, получится, что мы оказываемся в этой очереди часто, потому что мы спешим за чудесами. А к этому тогда как относиться? Я очень плохо отношусь к очереди, к блаженной Матроне, как это ни странно. Вот как хорошо отношусь к очереди к поясу, так вот очень плохо отношусь к очереди к Матроне. Почему? Вот в чем принципиальная разница в таком случае? Разница принципиальная в том, что если зайти во время литургии в монастырь Покровский, то увидишь там 3-5 человек. И в это же самое время огромная стоит очередь несколько сот человек к Матроне. Если спросить у этих людей, для чего они, зачем они пришли, что они хотят, большинство из них даже ничего сказать не сможет. Есть некое какое-то представление о том, что Матрона – это одно из таких божеств, которое очень легко может выполнить любые ваши пожелания. К сожалению, к великому сожалению, на мой взгляд, здесь церковь недостаточно уделяет внимания проповеди, просвещению граждан и мало рассказывает о том, во что, собственно говоря, верят православные христиане. Мне бы хотелось, чтобы больше людей приходило в Покровский монастырь на литургию помолиться. – И причаститься. – И причаститься, да, и исповедоваться, а не стоять в этой огромной очереди. – Отец Максим, у вас какое отношение? – Я думаю, что тот опыт, который… Ну, один из моментов опыта, который возник сейчас, а именно то, что все дни и ночи этой очереди регулярно достаточное количество московского духовенства было рядом с народом, не только служило молебно в храме, но и были дежурства священников, которые были все время рядом с очередью. Там по 15, по 20 человек, там сменами по два часа батюшки находились рядом с очередью. – И отвечали на вопросы людей? – Общались с людьми. Общались, кто как умел. Понятно, что это тоже первый опыт, может быть, пока это и не идеально получилось. Но, мне кажется, это очень такая продуктивная модель, если выразиться сухим языком. Деятельное присутствие духовенства в той же очереди в Блаженной Матроне, может быть, могло бы в каком-то смысле изменить атмосферу, которая там складывается. Присутствие духовенства, раздача современной и адекватной литературы, тех же, как листков, того же реального, а не по каким-то странным книжкам изданного жизнеописания Блаженной Матрона. Все это могло бы, скажем так, степень церковности подходящих повысить. Это, как кажется, в каком-то смысле нам упрек, то, что это пока вот в той очереди к Блаженной Матроне происходит так мало и так редко. И задача, которую нужно подставить и нужно реализовывать. – Ну, по крайней мере, хорошо, что она теперь уже очевидна, эта задача. – Очевидно. И это тоже, кстати, следствие пребывания пояса. Теперь нельзя разводить руками и говорить, что, ну, что можем сделать. Вот можем, должны делать. – К сожалению, очень много лет церковь не уделяла внимания, должного внимания духовному просвещению народа. На протяжении 20 лет, сколько существует сейчас православное книгоиздательство, оно росло и развивалось исключительно хаотично. Практически в каждом монастыре, в каждом храме Русской Православной Церкви, даже там, где не было Евангелия или Библии в продаже, все равно лежал, допустим, какой-нибудь молитвослов, типа вот того, что я принес, молитвенный щит православного христианина. – Что не так? – Это сборник всевозможных молитв на все случаи жизни. Вот если у вас заболело что-либо за ухом, если появился прыщик в каком-нибудь месте, если вас очень сильно, значит, мучает выпадение волос, то вы можете, купив эту книжку, совершенно спокойно исцелиться от всех заболеваний. – То есть это такое настольное магическое пособие получается? – Некое настольное магическое пособие. Причем до смешного дохода здесь есть молитва при побоях. Правда, вот никто не знает, кто должен молиться. Тот, кто бьет, или тот, кого бьют. Или они должны делать одновременно. Помимо того, что продается в храмах, вот я принес еще специальную книжку показать, я не знаю, вы видите ли это или нет. – Исцеление иконами. – Исцеление иконами. – Заговоры для защиты детей у вас тут еще лежат. – Да, заговоры для защиты детей от невзгод и болезней. Вот эти книги, они издаются светскими издательствами. Эти издатели даже не показывают их никому из священного начали. – Потому что они не обязаны никому их показывать. – Они не обязаны показывать, да, это правда. Но дело в том, что тиражи этих книжек, вы даже представить себе не можете, они просто действительно гигантские. Скажем, вот эта книжка, она издана уже тиражом более миллиона экземпляров. – Чего себе. – Есть книги, которые вышли и 3, и 4, и 5 миллионов. И они очень успешно продаются. Есть совершенно потрясающая книга, называется «200 способов лечения святой водой». Вот я хоть убей, не могу представить. Ну, можно пить, наверное, да, можно как-то обливаться. Что еще за 198 способов? Даже трудно себе предположить. – Отец Максим, что делать в этой ситуации? – Мне кажется, соединять усилия и официальных церковных структур, того же издательского совета, и благонамеренных православных издателей, с одним из которых мы сейчас столь интересно беседуем, к тому, чтобы активнее продвигать правильную литературу и в церковные лавки, и магазины, и в светскую сеть. Я думаю, очень большим явлением является формирование структуры издательского совета, его коллегии, и то, что рецензирование литературы теперь не отдано на откуп епархиальным структурам. Возвращаясь к разговору о поясе Богородицы и вообще к очередям, к разным святыням, Алексей Ильич Осипов, наш известный богослов, он довольно резко высказался по поводу того, с чем мы приходим в такие очереди, о чем мы там молимся. Он пишет, вот вы расспросите и узнаете, о чем они там молятся, о своем житейском, чтобы дочка удачно вышла замуж, чтобы муж больше не пил. Вы думаете, хоть один пришел к мощам помолиться об избавлении от страстей, о том, что он погибает от тщеславия и гордости, о том, чтобы не зеленеть от зависти? В Алексея Ильича дочки нету, поэтому ему, конечно, нет нужды молиться о том, чтобы кто-то вышел замуж. А когда стоишь в очереди и видишь, как в той же, или служишь молебен, на 15 женщин подходит один мужчина, или приходишь к рамному богослужению и знаешь, что у тебя на приходе стоит там 5 девушек, которые хорошо бы там на них один, более-менее допускающий брачное употребление, молодой человек православный нашелся, то поймешь, что это вопрос спасения, в том числе избавления от уныния, от тоски, и от вообще-то неопределенности в жизни. А не молиться о болезнях можно, пока тебя не припечет как следует. Вот когда припечет, вот и начнешь действительно болеть, не прибаливать, не покашливать, урви, а болеть, то тут замолишься. И сколько людей вот начинали с того, что мы молились о вот таких вещах, а потом переходили и к вечности. Вообще человек до вечности дорастает. И не будем из себя представлять сообщество святых, мне кажется, вообще хорошо, что человек вообще молится. Что он это не в заговор куда-то, вот не к народному лекарю все это относит, вот к журнальчику, который лежит перед Георгием Михайловичем, вот или не еще куда-то к Пресвятой Богородице. А она уж, и наше немощное, в иной раз выведет к чему-то высшему. В той же очереди, к поясу Богородицы, мы решили спросить у людей, а что для вас главное? Вы ждете какого-то чуда здесь, или все-таки встреча с Богом? Просто встреча, просто не с Богом, с Богородицей, с нашей матерью. Какое-то чудо. Но ведь я считаю, что ведь Афон приехал к нам. Сама Пресвятая Богородица нас посетила, и мы должны отдать, каждый христианин должен отдать свой долг. Просто хочу встретиться с Дыней, прикоснуться к ней. Сегодня, конечно, я жду чудо, потому что для каждого человека его здоровье и такая благодать, она очень важна. В глубине души, конечно, на что-то надеешься. Просто хочется получить благодать Божию. Чудо жду. Жду чудо. Я думаю, поможет. Подводя итог нашему разговору, мне бы хотелось все-таки от вас, дорогие гости, услышать, вот что самое главное, какие сейчас цели и задачи на ближайшее время церковь должна решить, с вашей точки зрения. Я считаю, что нужно больше издавать православных книжек, нужно больше делать книжных магазинов. А, простите, нужно распространять эти книги, вот, например, в таких очередях? Обязательно. Обязательно. И листовки, и брошюрки, и книги, и самым разным способом нужно людям рассказывать о том... В том числе и бесплатно, наверное. В том числе и бесплатно, конечно. И спонсоров находить под этой делой. Я думаю, что найдутся какие-то богатые люди, которые смогли бы помочь в этом деле. Страна у нас большая, душа народная живая, а порядку как нет, так и не было. Поэтому будем работать, нужно работать, чтобы этого порядка, в том числе и в церковной жизни, было как можно больше. И я думаю, что годы патриаршества, святейшего патриарха Кирилла, нас здесь должны вселять оптимизм и надежду. О том, что очень отчетливо выраженная церковно-политическая воля трудится в этом направлении, есть. Оказались бы мы адекватными помощниками нашему патриарху в этом деле. А еще один вывод, я думаю, можно будет отмониторить в два ближайших срока. Один, это проверить, что у нас будет в ЗАГСах, московских и других городах, где побывал пояс, как статистика изменится. А второй, так проверить рождаемость в конце августа, начале сентября. Когда 9 месяцев пройдет. Да, тогда можно будет вернуться еще раз к разговору об итогах пребывания пояса Престой Богородицы в нашей Первопрестольной столице. Давайте так и сделаем. Спасибо вам большое за этот разговор. Я напомню, в программе ФОМА был генеральный директор издательства ДАР Георгий Гупола и настоятель храма мученица Татьяна Примгу протерей Максим Козлов. Встретимся в эфире. Не бойтесь ваших сомнений. Редактор субтитров А.Семкин